О, Канада, our home and native land, true patriot love in all life. Привет, дорогие друзья! В этом выпуске мы рассмотрим с вами важные вещи, которые нужно сделать перед и после вашего прибытия в Канаду. Итак, поехали. Каждый ньюкамер, каждый человек находится в определенной ситуации, которая отличает от ситуации другого новоприбывшего. Поэтому таким образом, список я вам сейчас приведу, это только для идентификации того, что возможно вам может понадобиться на разных этапах. Но все пункты могут быть релевантными только лишь для определенных людей, для каких-то более актуальными, для каких-то людей менее актуальными. Но самый лучший вариант – это приготовиться ко всем возможным вариантам. Вот это самый лучший путь – подготовиться и быть готовым ко всем вариантам. Хочу вам напомнить, что информацию, которую я использую в видео под названием «Добро пожаловать в Канаду», что вам необходимо знать, предоставлены сайтом Citizenship in Immigration Canada из брошюры гида «Welcome to Canada. What you should know». Поэтому, в принципе, вся информация достоверная и просто предоставляется мной в качестве перевода. Для вашей помощи, что мне важно сказать перед тем, как мы перечислим необходимые пункты, которые вам нужны и документы, это то, что если вы являетесь беженцем, вы получите всю информацию и поддержку от государства Канады во время иммиграционного процесса при прилете в аэропорту. Поэтому эта информация не для беженцев, это информация для людей, которые приезжают как ньюкамеры, как новоприбывшие уже с документами. Итак, поехали по листу документов. Соберите и привезите в Канаду все официальные документы, которые принадлежат вашей семье, то есть всем членам семьи, которые собираются вместе с вами выезжать, и, естественно, свои документы. Но самые распространенные документы включают в себя сертификат о рождении, то есть свидетельство о рождении, паспорт, свидетельство о браке, либо свидетельство о разводе, либо в некоторых случаях свидетельство о смерти вашего супруга или супруги. Дополнительные документы, например, документы об усыновлении, если есть усыновленные, удочеренные дети. Далее документы об образовании, то есть все ваши дипломы, сертификаты. Желательно это все иметь с выписками, чтобы был лист с выпиской всех курсов, которые вы брали в вашем высоком образовании, в высшем образовании, которое вы делали. То есть ко всем сертификатам, все выписки, которые есть оценок, чтобы это все было приложено. Также, чтобы были списки всех вакцин, то есть всех прививок, все записи, чтобы были от врача, все ваши медицинские записи, если есть такие вещи, как разные направления на лекарства, если у вас есть результаты каких-то тестов, икс-рей, то есть все, например, УЗИ или рентген. Если у вас есть какие-то аллергии, все выписки от врача, также включая в себя дентал рекордс, да, то есть все абсолютно от стоматолога, если есть фотографии какие-то, да, снимки, выписки, чтобы все было при вас по максимуму. Дальше, очень важный такой пункт, один из последних, это ваши водительские права или International Driving Permit IDP. У меня на моем втором канале, кстати, есть объяснение об этом документе, что это такое, я вам ссылку оставлю под этим видео. Очень часто людям приходится добывать какие-то документы уже после приезда в Канаду, и это действительно оказывается очень сложным. Поэтому позаботьтесь заранее. Вы знаете, что все документы должны быть переведены на английский или французский язык. Французский в основном, в основном мы знаем, что, естественно, это английский, но если вы едете в Клубек или Нью-Бранцвик, it's ok, если это будет на французском языке. Ну, в основном мы знаем, что generally, так сказать, используется в основном английский язык. Вам нужно выбрать хорошее агентство с хорошей репутацией в вашей стране для того, чтобы не было проблем при переводе. Когда вы предоставляете все свои документы канадским официальным источникам, например, там, разным институтам, да, вы всегда должны принести оригинальные свои документы, ну и также сертификаты с переводом, да, то есть что все заверено. И чтобы обязательно на этих сертификатах были имена и контактная информация переводчик, переводнического агентства непосредственно, да, чтобы, если нужно, могли связаться непосредственно с агентством, сами органы. Иногда есть случаи, когда вам нужно с английского, например, перевести на французский или с французского на английский. Это без проблем уже можно будет сделать в Канаде. Также очень важно по пунктам документов завершим это тем, что скажем, что если, например, у вас есть члены семьи, которые приедут позже, чем вы в Канаду, да, то есть вы, например, первые едете, а не попозже, вы обязательно должны взять с собой все копии документов членов семьи, которые эмигрируют позже. Второй пункт языка правительства Канады и, в принципе, я как обыватель могу вам рекомендовать, что все-таки нужно то, что называется improve your English or French. Вам нужно усовершенствовать или улучшить свои знания французского или английского, так как вы понимаете сами, что легче вам будет обосноваться в новой стране, зная язык. Вам легче будет найти работу, легче будет узнать все, что вам необходимо. Это облегчает жизнь, потому что жизнь, мы знаем, по приезду в новую страну и так нелегкая, по разным причинам, начиная от бытовых, заканчивая моральными, да, но если это все будет еще утяжеляться языком, то, конечно, это все сложнее, поэтому сделайте себе легче. Никто не говорит, что вы должны знать на высоком уровне, но вы хотя бы должны знать на хорошем, базово-среднем таком уровне, на уровне общения, чтобы вы могли пойти на почту, чтобы вы могли пойти в какой-то комьюнити-центр, да, то есть в центр помощи какой-то, и объясниться, если там не будет, допустим, русскоязычного сотрудника. Вам будет легче, ну и, естественно, вам будет легче сразу найти работу, чтобы вы сразу начали уже принести деньги в семью, и это, от этого будет легче и спокойнее всем. Следующий, третий пункт, это планирование вашего первого комфорта, то есть где вы будете останавливаться первую, даже, скажем, дни, первую неделю. То есть обычно, в Канаде, да, обычно как-то люди организовывают себе либо оставаться с семьей, либо с друзьями, иногда заказывают, да, букают, как говорится, букают место в отеле. Желательно найти где-то центральное, да, место расположения, чтобы вам было удобно, если вы уже снимаете отель, добираться до всех офисов и т.д. и т.п. Но, также в моих следующих сериях будет информация о том, где временно можно остановиться, как снять жилье или даже купить дом в Канаде. Это будет в более будущих выпусках, будет называться хаусинг. К поиску работы в Канаде и вам нужно подготовиться к этому следующим образом. Вам нужно, естественно, иметь все свои дипломы, сертификаты. Обязательно, обязательно иметь с собой и позаботиться о рекомендательных письмах от ваших работодателей, то есть, чтобы у вас были и телефоны, и письма, и если есть возможности в Линкдене, да, чтобы у вас было со всех сторон вот что касается рекомендаций, вам нужно также изучить о процессе, который проходит здесь в Канаде, который касается квалификации вашей профессии. Официальный сайт Canadian Foreign Credential Referral Office, вот так называется это, скажем так, это институт, это называется institution, все, что называется, ну, как организация. Сокращенное FCRO, я вам приложу сюда внизу в описании к видео этот сайт, или вы можете также в Service Canada сайт зайти, так как, Service Canada, это, в принципе, как Министерство внутренних дел Канады, вот там тоже есть информация, но лучше зайти непосредственно на сам сайт FCRO, и вы сможете проверить Credential Recognition вашей профессии здесь. Вы посмотрите, что вам для этого необходимо, нужно ли вам для этого еще учиться, вы будете уже готовы, будете знать, какие следующие этапы. Возможно, даже если вам нужно записаться уже куда-то, вы сможете проэпплиаться уже, да, то есть, апплиаться на в какой-то, на какой-то курс. Вот, ну и, естественно, вам нужно изучить вопрос того, как вы можете отправить свое резюме. Об этом немножечко у меня уже было видео, я тоже приложу его ссылку сюда, вот, и, естественно, о том, как искать работу, о поиске работы у меня тоже будет отдельный выпуск. Это по пункту о работе. То есть, вам нужно приобрести страхование на себя или на семью, в зависимости от того, кто у вас, сколько человек едет. Об этом подробно, подробно у меня есть видео, я его приложу тоже в описании к видео, поэтому не буду углубляться в это, просто скажу о том, что видео это есть, там есть все объяснения, когда вы приезжаете до того, как вам дают, выдают health care от государства, который вам положен, да, карточки, три месяца вы находитесь как бы между стульев, вам обязательно нужно иметь страховку, которая, по большому счету, много там чего не покрывает, но она должна быть. Номер семь, следующий пункт, вам нужно изучить ту провинцию или тот город, в который вы собираетесь ехать. Для информации рекомендуют в этом гиде вам зайти на сайт provincial or territorial immigration веб-сайт, я вам дам ссылку тоже внизу на этот сайт. Вы на этом сайте сможете изучить не только о провинции или городе, в который вы едете, а вы также сможете посмотреть возможности работы, которые вам предлагают конкретно в этой местности. восьмой пункт, вам необходимо прикупить какую-нибудь теплую одежду, чтобы вам было комфортно в первые несколько дней пребывания. В Канаду, например, если вы приехали осенью, зимой или весной, тут достаточно холодно. Поэтому, кстати, об этом у меня тоже об одежде есть видео, я вам оставлю ссылку под этим видео в описании. Также у меня будет описание о Канаде, у нас будет выпуск такой о Канаде, и там будет рассказываться немножечко тоже про сезон и про погоду и к чему нужно быть готовым. теперь я прикладываю также к этому видео в описании два списка. Ну, это будет как бы два списка, но в одном, да? First two weeks and first two months in Canada. То есть список в первом пункте девять пунктиков, в первом списке, во втором списке восемь. здесь приложена информация именно о том поэтапно, что вам нужно как бы делать, к чему вам быть готовыми, скажем так, первые две недели, а к чему первые два месяца, потому что часто люди приезжают, и то, что можно сделать в течение двух месяцев, они пытаются сделать в первых два дня, когда есть другие более важные вещи, что сделать. Поэтому я думаю, что это вам даст какую-то более такую картинку реальную. Списки эти на английском языке будут, поэтому я думаю, что для тех, кто едет в Канаду уже, потому что это актуально именно для тех, кто уже едет, кто уже на сумках, на чемоданах и едет, они могут прочитать это на английском языке. Английский язык здесь достаточно простой в этих списках. Поэтому это была первая часть, что вам нужно знать и сделать до и после приезда в Канаду. Если у вас есть вопросы, вы можете спрашивать в комментариях и следите, пожалуйста, за выпусками следующими из этой серии, которые будут называться «Что я должен знать?» Всего хорошего, удачи вам, welcome to Canada. Субтитры создавал DimaTorzok